Писатели в каждой области, кстати, есть по 10-20 хороших писателей. То, что их сейчас не печатают, ну это ладно. Так, с прошлого выступления, ну у нас всегда, когда вторая часть, я прошу, что вот были заявки, да? Вот были две заявки, которые я не исполнил, и которые сегодня я вроде бы формально не должен исполнить, потому что два человека, которые подавали эти заявки, их здесь нет. Но мы же же не молодые, один сам больной, у второго жена болеет, ну чего мы будем там? Песня про военных советников, зато сегодня у нас присутствуют люди, вдова и любимая жена от военных советников. Ребята, хорошо воевать среди своих, а как тогда военный советник среди чужих? Ну песня про Виктора Дмитрия Жужукова, да? Что нужно понимать, я ее написал еще, когда шла афганская война, и он уже вернулся из Афганистана и поехал служить в Ленинград. И вот на его проводу я нашу песню. Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть и на ночь попил не чайку. В окошко уставился Жуков, советник в афганском полку. Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роковом декабре В полку взбунтовали солдаты И ждали его на дворе. И вышел военный советник Небрежно на ремень теребян, А там под ремнем пистолетик Девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы И пятились по одному. Советник страшнее приказа Они подчинились ему. Своим пистолетиком малым Сарбазом погнал он вперед Туда, где за каждым дувалом Мятежный строчил пулемет. И шли, пригибаясь от страха, К судьбу проклиная, но шли Советник страшнее Аллаха, Когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел? В экспрессе Москва-Ленинград Мир тот же виск крови и песен, Как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, А мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, Советник советской страны. Спасибо, но я сегодня действительно Не очень хорошо спел эту песню, Но я хочу, чтобы до вас зашло. Ну вот, например, один такой факт, да? Советники, они там были с женами и с детьми. До 79-го года, декабря, да? И когда произошел в Афганистане мятеж в Герате, Был мятеж нескольких полков афганских, да? Убили не только советников, А убили все их семьи, понимаешь? Мы вот это как бы, Мы об этом не говорим, Но это же было. Убили жен, убили детей и все прочее. Ну и потом дальше, да? Прошу прощения, что я не очень хорошо Кто-то спел песню, но советник это великий, да? Сейчас пою песню. Еще вернемся, что скоро будет 9 мая и 22 июня. Песню эту написал давно, в 80-е годы. Но у нее было и удивительное исполнение. Я ее пел однажды в Брестской крепости, Вернее, перед Брестской крепостью, На берегу Западного Буга. Там мост такой. И мост, он ведет прямо в ворота Брестской крепости. Я всегда не понимал, Почему немцы за один день взяли Брестскую крепость, да? Ведь потом мы говорим, что она сопротивлялась. Да, сопротивлялась, отстреливалась. Но они ее взяли за несколько минут. А как было не взять? Я это понял. Вот река, да? Через нее мост, И он упирается в ворота. Ворота легко пробить. Они пробили ворота, да? Вошли внутрь Брестской крепости. А там посередине стоит храм такой. Потом из него клуб сделали, да? Ну, стены вот такие вот метровые, да? И немцы заняли вот этот храм В центре Брестской крепости. И деваться нашим было некуда. Потому что из центра тебя обстреливают, Из краев обстреливают, да. Но наши-то ребята не сдались. Они все-таки сопротивлялись. И войну-то мы выиграли, а не не. Над русской землею Звезды почти не видны. Ах, если бы знать, что не сплю в самом деле За десять минут до начала войны. Остаться бы в живых, нет, Остаться бы спящим, Увидеть не слышать, как взрывы сверкнули. Ведь прошлое вот, лишь больни в настоящем, Когда до войны пять последних минут На русской земле не осталось спокоя. Но будет победа, но будет весна. Отец сорок первым не машет рукою, Чтоб я не забыл, что такое война. Отец сорок первым не машет рукою, Чтоб я не забыл, как приходит война. Сегодня какая у нас Великая Суббота, да? Может, мы и грешники, конечно, что-то... Саш, да? Нет, ну сегодня уже начинается празднование, правильно, да? Мы можем одну такую, как сказать, религиозную песню спеть? Еще раз вспоминая Игоря Морозова, Основоположника афганской песни, У него родные места, Это Подмосковье, Коломна, Луховицкий район. У меня родные места в Подмосковье, Это Талдомский район, Глухоманный такой район в Московской области, Где жили мои бабушка и дедушка, Где я учился в школе и все прочее, да? И вот однажды, уже потом, позже, Мне довелось побывать в восстанавливаемом монастыре В селе Маклаково. А туда перевели девчонок, молодых монахинь Из Морозовских мест, Из Новоголутвинского, Ну, то есть Коломенского монастыря, да? И одна молодая монахиня Мне очень увлеченно показывала, Вот здесь у нас будет монастырь, И откуда взялась-то подкова На пустом каменистом дворе? Это было в селе Маклаково В Александровском монастыре. Это было в селе Маклаково В Александровском монастыре. Не по возрасту верить в приметы, Не по чину мечтать о любви, Догорает господнее лето, Угасает волненье в крови. Отчего же прерывисты речи И подковка забыта в руке, Почему содрогаются плечи И сползают слеза по щеке? И до старости сердце готово Вспоминать, как на поздней заре Мы прощались в селе Маклаково В Александровском монастыре. Мы простились с селем Маклаково В Александровском монастыре. А вот Николай Федорович Иванов, Который сейчас выступал перед началом нашей второй... Ребята, мысльно с вами. Я тоже чоку из-за отсюда. Николай Федорович написал Очень хорошую книгу И впервые так исследовал Операция Шторм начать раньше. Операция Шторм Это что было? Это было, когда в Афгане Брали дворец Таджбек. Ну, в общем, да. Когда мы вошли в Афганистан. Коль, ты знаешь, Вот я хотел тебя спросить тоже. Сейчас новые данные, Что были две группы Зенит и Гром. У них в сумме погибло пять человек. Правильно? Был мусульманский батальон. Да, вот. То есть наши ребята, Которые были переодеты в афганскую форму. В основном из таджиков, узбеков, всех прочих. Из них погибло, по-моему, тоже пять. Ну, ладно. А из девятой роты Три сорок пятого полка Погибло семь человек. Больше там. Ну, ладно. Я сейчас не в этом. Просто Николай Федорович Все-то исследовал, да. Так сказать, это все. А я, может быть, был первый в журнале центральной печати, Который вошел туда, в этот дворец, Когда еще была кровь, Когда все это страшно, и было там. Горит звезда над городом Кабулом, Горит звезда прощальная моя, Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. И я лежу, смотрю, как остываю, Над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, На нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, Разлука тоже будет без конца. Горит звезда декабрьская чужая, А под звездой дымится кровью снег, И я слезой последней провожаю, Все, с чем впервые расстаюсь навек. Горит звезда над городом Кабулом, Горит звезда прощальная моя, Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. То, что я говорил О возможности и невозможности Журналистка любви. Пока мы работаем вместе, А потом нас судьба разводит. Песня называется В полночь Татьянина дня. Сердца ли нет у меня, С памятью ли не задача, Утром Татьянина дня. Я не грущу и не плачу, Я без тебя не погиб, Ты без меня не пропала, Давние романы не смогли б Перелистать бы сначала Дети, супруги, года. Сколько препятствий на страже В жизни земной никогда. Мы не увидимся даже И никого не винят, Ведь не бывает иначе. В полночь Татьянина дня Я потихонечку плачу. В полночь Татьянина дня Я потихонечку плачу. Ну вот все-таки сейчас хочу вам Представить то, что я вам обещал там. Виталий Иванович. Ну в общем, не важно, Нам все знать не нужно. Есть люди, которые Помимо всяких того, Что они сами воевали, Они вытаскивали наших ребят пленных. Они были в Афгане, Еще больше было в Чечне. И один из таких людей Среди нас присутствует. Я не хочу никого выделять, Потому что мы все там неоританные люди. Но я хочу спеть одну песню Времен Чечни. Ну что ж, пора, товарищ капитан, Мы родину и смерть не выбираем. Мы под звездой прошли Афганистан, Мы на крестах России умираем. Ну что ж, пора, товарищ капитан. Мы сыновья загадочной страны, Мы как чужие в собственной отчизне. И пусть мы ей сегодня не нужны, Но без нее и нам не надо жизни. Мы сыновья загадочной страны, Нет красных звезд на полосах знамен, Но наша кровь. Но наша кровь не изменила цвета, Еще он будет в мире воскрешен, Хотя пока мы гибнем не за это. Капитан, нет красных звезд на полосах знамен. Ну что ж, товарищ капитан, пора, Ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем. Мы за державу гибнем под ура, Мы за эпоху молча убираем. Ну что ж, товарищ капитан, пора. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот в перестроечные времена, Ну здесь есть молодежь, но не так уж много, А остальные, наверное, помнят. Была очень популярная программа Телевизионный взгляд. Там Саша Любимов, кто-то еще там, Я забыл по фамилии, да? Вот. И однажды там на пике популярности, Когда им давали любое эфирное время, Блин, хоть с утра до ночи. Вот. И меня туда вытащили, Но как бы был повод, Это было перед 23-м, Каким 23-м? 1090 каким-то, Неважно. Вот. Ну, им нужно было, Чтобы как-то 23-ть отметить, да? Да. Я оделся в военную форму, Взял гитару, Пришел, как мне говорили, Там где-то к 9-ти вечера. 10. А прямой эфир был, да? 0 эмоций. 11. 0 эмоций. 12. 0 эмоций. Час ночи. Думаю, блин, а как я буду домой добираться, а? Вот. То есть, они все, ребята, оттягивали там, да. Ну, в конце концов, меня выпустили, Уже где-то, по-моему, было пол второго ночи. Мне даже потом понравилось вспоминать, да. И я пел несколько песен, ну, вот, Первую вот эту. И после этого как-то всегда не успеваю спеть. Мне кажется, еще будет пол второго ночи, И я успею спеть, да? А песня очень, по-моему, хорошая. Она называется «Песня о друге». Вот. После того телевидения я ее почти не пел. Завалы, заслоны засады, Барханы, сугробы ветра, Наверно, забыть это надо, Но помнится словно вчера. Страна, что за речкой на юге, Как мы ее звали подчас, Останется песня другим, Навечно ушедшим от нас. В той песне и боли просторы Тревожных афганских дорог, И гордость, и горе, и горы, Где друг отозваться не смог. А мы вот пришли из-за речки, Мы обняли жен и детей, И песню поем на крылечке Среди невоенных гостей. Ни взглядом, ни словом, ни нотой, Ничьем не смутимым бытием. Война была нашей работой, И мы выполняли ее. Но если концовку припевом Подтянет невидимый друг, Мы глянем ни вправо, ни влево, А в сторону речки на юг. Страна, что за речкой на юге, Как мы ее звали подчас, Останется песня другим, Навечно ушедшим от нас. Все нормально, идем по графику. Еще одна песня, Немножко связана с районной журналистикой. У меня на моей малой родине, В Шуевановской области, Сначала демократы погубили Всю промышленность текстильную, Потом была машиностроительная, Потом, значит, туда запустили Фирму какую-то иностранную, Эггер, Которая что-то делает на основе Формальдегида. И она успешно сражается с экологией. Ну и, естественно, Наших журналистов местной печати Попытались привлечь к тому, Чтобы они это воспевали. Не удалось, но сначала удавалось. В общем, песня-то о моей судьбе, Так сказать, Но и о судьбе местной печати. А мне уже немало лет, Хоть и судьба порой голубит, Но шуйский университет Меня уже все реже любит, Тогда какого же рожна? Я тороплюсь уехать в шую, Там без меня цветет весна, Весна над Тезою, Это наша река, Бушуин, Подруг все меньше и друзей, Которых в песнях я восславил, И Краеведческий музей Меня в запасники отправил. И на катке, что у моста, Катаюсь я один, как бука, Зачем хожу я в те места, Где поломал судьбу и руку? Всему свой срок, Своя статья, Гуляет с Эгером в предместе Моя гражданская семья, Газета Шуйские известия, Прости, прощай, моя семья, Газета Шуйские известия, Тогда какого же рожна? Я тороплюсь уехать в шую, Там без меня цветет весна, Весна над городом бушуя. Сейчас буду сокращаться, Но вот эту песню хочу спеть. Обычно у меня много песен В основной вертолетчиков, Потому что на каждой войне, Ну, в смысле начиная Примерно с вьетнамской, Гибнут в основном вертолетчики. Я не помню точно, Но примерно соотношение Один к семи по вьетнамской войне Погибших вертолетчиков И погибших, так называемая Крылатая авиация, да? И у меня вот в моих книжках, Там «Афганский леник» и другие, Почти все с кеми летали вертолетчики, Почти все погибли, да? А те, которые крылатые, Как-то вроде жизнь их берегла. Но вот сейчас, Когда в Сочи грохнулся Этот Ту-154, А я потом там проверил, Действительно, Это тот же самолет, Тот же экипаж. Кстати, в этом самолете У меня была глухая тоска, Когда мы летели туда в Сирию Вот этот хмеймин долбанный, Даже не знаю, Там был какой-то ансамбль Был тульских девчонок, Там какие-то они пели, плясали. Вот. Ну, они это сразу же в самолете выпили, Ко мне приставали. Я говорю, возьмите гитару, Сделайте, что хотите, Только меня не трогайте. Какая-то такая была тоска там. Вот. А потом я вспомнил, Вот Николай Иванов, Он то, кто сегодня выступал, Еще тоже. Мы проводили пленум Союза писателей России в Чечне В 2000 году, Когда шла еще вторая война. Возвращались мы на Ил-18. Старенький, надежный, удобный, Хороший самолет. Пили и пили, Через две недели Этот самолет упал и разбился. Почему? От чего? Как? Что? Я хочу спеть одну песню, Которая написана от имени Вот именно такого летчика Крылатой авиации, Не вертолетчиков. От вертолетчиков у него много. Видны из нашего окна Два деревца, Три валуна, Забор труха, Полянка мха, Да штырь антенны. Ты здесь не выдержала срок, Я стартова за уголок, А за уголок называли за Скандинавию, А ты в Москву, Ван-26 одновременно. Мне дали верхний эшелон, Я видел мир со всех сторон, Мой самолет летел вперед, А твой налево. Забыть бы там, за уголком, Что я с тобою был знаком Все наши дни, Все наши ночи, Все напевы. Твоя родня была права Мне вековать в ту-22, А не в штабном столичном Личном кабинете. Вот поверну за уголок, Пойду за северо-восток, Там есть один авианосец На примете. Быть может он не виноват, Что ты ругала все подряд, Здесь в гарнизоне, Бывшей зоне обветшалой. Тебе бы джаз, Тебе бы рок, И я лечу за уголок, Чтоб жизнь моя и та тебе Не мешала. Видны из нашего окна Два деревца, три валуна, Забор труха, Полянка мхада, Штырь антенны. Ты здесь не выдержала срок, Я стартовал за уголок, А ты в Москву, Ван-26, Одновременно. А жизнь сам носит коррективы. Вот один из постоянных участников Наших этих субботних Нечастых встреч, Молодая красивая женщина по имени Нелли, Сегодня не присутствует. Почему? Потому что она полетела на самолете, Который заменил вот этот упавший В Сирию войска. И она сейчас там. Давайте пожелаем ей счастья. А вот песня такая, Которую я даже не могу сказать. Это моя песня или не моя? Где-то в молодости, Даже в юности, Услышал где-то по радио И не сначала. И запомнил только одну строчку, две там. Один к себе за остриё, Другой к себе за рукоять. Вот, ребята, которые учились в академии, Они поняли, что курсантом её пел, да? Но это не мои строчки. Но так как я остальное не запомнил, То я решил всё остальное сам досочинить. Мы ищем счастье своё, А получается опять Один к себе за остриё, Другой к себе за рукоять. И пусть любви не повтори, Как сладки были муки. Мы будем только тех любить, Кто в кровь изрезал руки. Они всё делали не так, Как заставляет разум. Они могли и жизнь пустя К ногам вам бросить сразу. И чувство первое своё, В руках пытаясь удержать. Один к себе за остриё, А он другой к себе за рукоять. И пусть любви не повторить, Как сладки были муки. Мы будем только тех любить, Кто в кровь изрезал руки. Мы ищем счастье своё, А получается опять Она к тебе за остриё, А ты к тебе за рукоять. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлить, Опять хохочет медсестричка, И режет сало замполит. А над палаточным брезентом Свистят то ветры, то свинец. Я вспоминаю, давно не пел. Жизнь, словно кадры киноленты, Дала картинку, наконец, О чём задумался над штабом, Какие в явь увидел сны. Откуда спирт, откуда баба, Спроси об этом у войны, А хорошо сестра хохочет От медицинского вина. Она любви давно не хочет, Ей в душу глянула война. Эй, зомполит, плесни по малу, Теперь за родину пора, Нам не спуститься с перевалом, Который взяли мы вчера. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлин, Опять хохочет медсестричка, И режет сало замполит. Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки, А там на подходе к афганской столице Девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала портбилеты, Из памяти вычеркнула имена, Ведь если затянет с собой до рассвета, То не было роты приснилась она. Войну мы тогда называли работа, А все же она оставалась войной. Идет по Кабулу девятая рота, Но нет никого у нее за спиной, Пускай коротка ее бронеколонна, Последней ходившая в мирном строю. А девятая рота – это третья рота Третьего батальона полка, То есть она и должна идти последняя. Пускай коротка ее бронеколонна, Последней ходившая в мирном строю. Девятая рота сбивает заслоны В безвестном декабрьском первом бою. Прости же девятая рота отставших, Такая служба, такой был приказ, Но завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из нас. Ведь завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, А все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, Пусть нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, Жаль, нет никого у нее за спиной. Так, время почти кончилось, но мы не сдаемся. Да, среди заявок была одна ужасная, 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 ужасная. Но так как она была от имени флотского офицера, То я ее выполню. А я к чему клоню, Что следующая наша встреча, Если кто захочет прийти, А мне бы очень хотелось видеть Вашу милую физиономию, То она будет где-то в середине ноября, Какой-то субботы в середине ноября. И это будет еще праздник День ракетных войск, Но я еще хочу попеть песни о флоте. О флоте. И о Севастополе, и о флоте. И о Севастополе, и просто о флоте. В конце концов, на флоте тоже есть ракеты. И очень мощные. Вот. А Юрий Алексеевич Трифаненков, Который нас сегодня снимает, Ну, не просто снимает, Он один из организаторов всего этого дела, да. Наше выступление. Без него мы бы сейчас не встречались, да. Он сам бывший офицер Северного флота. Служил на кораблях, да. И он меня попросил сделать то, что невозможно сделать. И я это сделаю. Он меня попросил спеть вот старый вариант офицерского романса, Который я пел еще молодым. Кстати, все-таки вы это можете послушать в нормальном исполнении, а не в старческом. Это был у меня фильм, он так назывался на центральном телевидении, Офицерский романс. Его можно найти, ну, например, на моем сайте надо набрать Виктора Верстаков, И там это выскочит офицерский романс. Вот это лейтмотив того большого-большого фильма. Больше часа он шел. Попытаюсь его спеть, но это ужасно тяжело, да. Ну, конечно, я сейчас спою уже новый вариант, где, Виталий Иванович, чтобы ты понимал, уже будет добавлена Чечня. В фильме, конечно, там Чечни еще не было. Это был 90-й год. И мне, кстати, собирались дать какую-то большую государственную премию. Бац! А государство-то и развалилось. Ничего не получилось. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Были когда-то и мы — офицеры, бражники-ратники юность Руси. Пленники чести-хранители эры, взгляды любые обходя на Рыси. Бальные залы, полтавские хаты, Блеск и полет, и зловоние ран Перед отечеством и виноваты Перед любовью винись, капитан Были когда-то и мы, офицеры Первой на свете всемирной войны В серых шинелях, в Галиции серой В серых палатах до двери тишины Сумрак землянок, траншейная глина Сестры походных госпиталей Перед Россией ни в чем не повинны Перед разлукой сестру пожалей Были когда-то и мы, офицеры Белая сила, Христовая рад В полную меру, в последнюю меру Счастье испить и навек потеря Бьет артиллерия в купол церковный Не устоять тебе спас на крови Воинским чином преджизнью виновный Спой, капитан, от последней любви Простите за ошибки, я сто лет не пел Слишком сложная песня А в принципе я хотел написать Всю так историю офицерского там Были когда-то и мы, офицеры Давние раны украдкой леча Цифры четырнадцатый сорок первый Перевернула эпоха с плеча Рвутся фронты, как лежалые нити И не в Галиции возле Москвы Перед женой, капитан, повинитесь Перед Россией, останьтесь правы Были когда-то и мы, офицеры Верные долгу в неверном пути На искалеченных склонах паншера Кровью своею писали прости Свой ли чужой грянул выстрел итогом Не прояснят ни устав, ни Коран Перед любовью, отчизной и Богом Вы не виновны еще, капитан Были когда-то и мы, офицеры Пасынки некогда отчей стороны В горной Чечне, выжигая пещеры В пламенем новой Кавказской войны Нас предавали и нас поносили Слева измена и справа обман Но если вновь возродится Россия Может быть, вспомнят и нас Капитан АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас вспоминаю фильм какой-то Особенно национальная охота Или особенно национальной рыбалки Что тост должен был короткий Как выстрел Чтобы оставалось время на общение Я хотел оставить время на общение Больше часа Но у нас около часа остается Брачальная песня, да? Нет, сейчас не смогу Ну, здесь просто люди знают Песню, которую пел молодой, красивый и здоровый Но извини, Серега Я закончу песню, которая, как я считаю, самая лучшая Вот всегда запоминаю Если вы хотите знать, что происходит в этом мире Что было раньше и что будет потом Читайте Вадима Валерьяновича Кожаного Слава Богу, его книги сейчас издаются Он написал историю Руси и русского слова Где все понятно, что происходило Он написал загадочные страницы 20 века Где же все понятно при нашей жизни Он написал, что все будет о будущем, да? Ну вот, это его любимая песня Хотя написал ее я И он когда-то однажды Трезвый, кстати Ну а как? Вот мы сейчас говорим Да, вот мы пьем Алкоголик, извините Лирическое отступление, да? Вот мне Кожаного говорил Когда я выпиваю За день Меньше Двух литров водки Я выхожу из запоя Так, можете Я думаю, ну Он такой худенький был Ну, превеличивает Два литра водки Это четыре бутылки А потом с женой А жена у него У него все жены были еврейки То есть В данном случае они не соврут Они лучше скажут Там наоборот Она говорит Когда он выходил из запоя То я была должна Каждый час Приносить к нему За рабочий стол Потому что он и работал По не граненому А кругленькому такому Стакану на 200 грамм Водки 200 грамм каждый час Работал он 10 часов 10 на 200 Сколько это будет? Это и так и будет Два литра водки И поэтому то, что мы Когда говорю Ой, мы алкоголики Ой, мы в запоя Он как сказал Вы не пить Не опухмеляться Не умеете Но я сейчас не к тому Что это самое Я просто говорю Это было великое поколение Которому мы пока Не соответствуем Ни в чем Но Вот эту песню Он как-то сказал Это самое Ты знаешь, говорит А может быть Это лучшая песня 20 века Он Кожанов Ничего зря не скажет От боя до боя Недолго Ни городка Лишь бы не вспять А что нам терять Кроме долга Нам нечего Больше терять А что нам терять Кроме долга Нам нечего Больше терять И пусть На пространствах Державы Весь фронт наш Незримый опять А что нам терять Кроме славы Нам нечего Больше терять А что нам терять Кроме славы Нам нечего Больше терять Белотки И волосы серы Но выбилась Белая прядь А что нам терять Кроме веры Нам нечего Больше терять А что нам терять Кроме веры Нам нечего Больше терять Звезда Из некрашенной Жести Восходит Кроме Больше терять И волосы серы Песня Подстать Ведь что нам терять Кроме смерти Нам нечего Больше терять Да что ж Нам терять Кроме смерти Нам нечего Больше терять Спасибо 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 Не расходимся У нас еще есть Некоторое время Так Если кто-то хочет